Я действительно не изучаю своих соперников, я просто готов к бою. В каждом бою я узнаю что-то новое. Я уже показал, что умею на ринге и я буду становиться только лучше. Это вопрос времени, когда я доберусь до боев с топовыми парнями. И меня не остановить, я добьюсь своей цели. Вас ждет разрушительное представление. С момента первого поединка на профессиональном ринге в 2017 году британская надежда бокса Даниэль Дюбюа по прозвищу Динамит успел стать одним из ведущих нокаутеров тяжелой весовой категории. Несмотря на быстрый старт в профессионалах, британец всем успел доказать, что кроме быстрых нокаутов, он может также показывать умный бокс на полной дистанции. Дюбюа продолжает и по сей день избивать любых оппонентов, не давая им ни малейшего шанса. Неужели растет новая звезда в тяжелом весе? После недавнего разгрома японца Киотара Фудзимота, давайте посмотрим на несколько примеров разрушительной мощи Динамита Даниэля Дюбуа. Добро пожаловать снова на канал на связи. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал, если это видео вам интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего выпуска, а также подписывайтесь на мой телеграм и инстаграм. Сегодня я предлагаю вам посмотреть на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира бокса – Даниэля Дюбуа. Даниэль Дюбуа – непобежденный и один из самых горячих британских топ-распектов хэви-лейта. И он это доказывает, с каждым разом выходя в ринг. 23-летний британский боксер родился и вырос в Лондоне в большой семье, где было 11 детей. С 8 лет занимался боксом и участвовал во множестве молодежных турниров, а также в юношеских олимпийских играх 2014 года. Дюбуа хотел пройти отборную олимпиаду в Токио в 2020 году, но в дальнейшем принял решение уйти в профессионалы. Динамит тренируется в знаменитом лондонском зале Пикук на Кеннингтауне, где также начинали свой путь Ленокс Льюис и Фрэнк Бруно. Его промоутер Фрэнк Уоррен уже сейчас утверждает, что его подопечный – это будущее супертяжелого веса. Он верит, что именно Дюбуа сместит с трона Энтони Джошуа. Ключ к победе Даниэля – это его отличный джеб. Я давно это говорю и снова скажу, что Даниэль Дюбуа – это будущее супертяжелого веса. Дюбуа немногим меньше двух метров роста, обладает внушительными данными и огромным размахом рук. Когда смотришь перспективного двухметрового тяжеловеса в деле, первым делом стоит обращать внимание на то, как работает его передняя рука, насколько хорошо поставлен джеб. Если это есть, то все остальное постепенно приложится. У Даниэля с этим все в порядке. Манчестер, Великобритания, 2017 год. Даниэль Дюбуа против Маркуса Келли. Свой дебютный поединок на профессиональном ринге Даниэль провел всего лишь за 35 секунд. Жертвой талантливого 19-летнего британца стал его земляк некий Маркус Келли. Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Дюбуа выглядел мускулистым, в то время как его соперник казалось, что тренировался в баре. Келли, который выиграл единственный поединок в данный момент в июле, пошел вперед размахиваясь, однако Даниэль нанес слева боковой, который отправил Келли в нейтральный угол, после чего начал его щедро бомбить ударами по телу, что его и сбило на пол. Келли поднялся на счет 9, но рефери решил прекратить избиение. Лестер, Великобритания, 2017 год. Даниэль Дюбуа против Блейза Мэн-Дуо. 22 апреля Дюбуа провел свой второй поединок на профессиональном ринге, одержав победу техническим нокаутом над камерунцем Блейзом Мэн-Дуо. Лондон, Великобритания, 2017 год. Даниэль Дюбуа против Дэвида Хоу. Вечером 20 мая на Копер-арена в Лондоне британский талант продолжил успешное выступление на боксерском ринге, после того как менее чем за минуту завалил своего соотечественника Дэвида Хоу. Поединки против Дэвида Хоу Даниэль прижал противника у канатов, где нанес тяжелый нижний оверхенд, который свалил Хоу на пол, что вынудило рефери немедленно прекратить бой. Я рад победе и я рад, что мне удалось нанести такой удар, чтобы закончить бой так быстро. Мои движения это очень важно, потому что это означает, что я могу наносить удары очень быстро, а скорость убивает. Лондон, Великобритания, 2017 год. Даниэль Дюбуа против Маурисио Барагано. Ровно через три месяца после начала профессиональной карьеры Даниэль завоевал титул молодежного чемпиона мира в супертяжелом весе по федерации WBC, после того как нокаутировал во втором раунде уругвайца Маурисио Барагано. Далее последовала победа за победой. Дюбуа досрочно нокаутировал своих оппонентов, но каждая из задержанных им победа давалась все труднее, занимая большее количество раундов. Им были нокаутированы Эй Джей Картер в первом раунде, Дориан Дарча во втором раунде, Диэл Джонс в третьем раунде и Том Литтл в пятом раунде. Лестер, Великобритания, 2018 год. Даниэль Дюбуа против Кевина Джонсона. 6 октября 2018 года британская надежда всем доказал, что кроме быстрых нокаутов может также показывать умный бокс. Даниэль Дюбуа впервые в своей профессиональной карьере прошел полную дистанцию, одержав победу по очкам в бою с 39-летним американским ветераном Кевином Джонсоном. До этого боя свои первые 8 побед Динамит одержал исключительно нокаутом. Дюбуа контролировал события в бою, нанося тяжелые удары с обеих рук. Он поджимал Джонсона канатом, где его обрабатывал комбинациями. Джонсон вел бой осторожно, не проявляя воли к победе. Он пытался только выжить. Дюбуа уверенно выиграл бой, но ни разу не был близок к тому, чтобы остановить своего опытного оппонента. По итогам 10 раундов победу по очкам одержал Даниэль Дюбуа со счетом 191. Лондон, Великобритания, 2019 год. Даниэль Дюбуа против Розвана Кожану. Вечером 8 марта в Лондоне на арене Royal Albert Hall прошел очередной турнир по профессиональному боксу. Главным событием шоу был поединок в супертяжелом дивизионе между молодым британцем Даниэлем Дюбуа и опытным представителем из Румунии, Розваном Кожану, который на тот момент провел на профессиональном ринге 21 бой, одержав при этом 16 побед и потерпев 5 поражений от Джозефа Паркера, Луиса Ортиса, Натана Гормана, Донована Денниса и Альвара Моралеса. Динамит начал встречу без разведки. Он использовал преимущество в скорости, а его прямые правые и левые легко пробивали защиту Кожану. Во втором раунде Кожанов выглядел усталым. Тем не менее, он попытался изменить ход событий, но, к сожалению, ему не хватило необходимых навыков. Даниэль Дюбуа одержал победу во втором раунде, отправив соперника в нокаут и завал титул WBO Европа в тяжелом весе. Лондон, Великобритания, 2019 год. Даниэль Дюбуа против Ричарда Ларти. 27 апреля на Вемблио Арена в Лондоне состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Квинсбери Промоушенс. На сей раз соперником Динамита стал боксер из Ганы Ричард Ларти, имеющий в своем активе 14 побед и одно поражение. Дюбуа был явным фаворитом в этом бою и ожидаемо победил. Конец наступил в четвертом раунде, когда Дюбуа попал в размене на средней дистанции, проведя атаку правый крест-левый крюк. Оба эти удара дошли до цели и повалили противника. Ларти встал на счет 9, однако все еще был отключен, и рефери решил прекратить дальнейшее противостояние. Была обоюдная перестрелка ударами. В начальных раундах я забыл о защите, но потом я стал боксировать умнее и провел хороший удар. Это был урок для меня. Я справлялся с давлением с его стороны, но несколько удара у него прошло. После поединка Дюбуа заявил, что готов в ближайшее время встретиться с другим своим перспективным соотечественником. Серебряным призером Олимпиады 2016 года Джодж Джойсоном в бою за вакантный титул чемпиона Британии в супертяжелом весе. Рано или поздно я окажусь на ринге с этими парнями. Джодж Джойсоном или Нейтаном Горманом. Если подготовка к бою будет полноценная, я смогу победить любого. Лондон, Великобритания. 2019 год. Даниэль Дюбуа против Нейтана Гормана. 13 июля в Лондоне прошел поединок двух молодых и перспективных британских супертяжеловесов. 21-летний Даниэль Дюбуа одержал досрочную победу нокаутом в пятом раунде над 23-летним Нейтаном Горманом и завоевал вакантный титул чемпиона Британии в супертяжелом весе. После равного первого раунда Дюбуа захватил преимущество и отправил соперника в нокаут в третьем раунде. А затем еще раз отправил его на на стил ринга в пятом раунде. Нейтан Горман потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Я чувствовал, что бой проходит нормально. Но затем Дюбуа поймал меня хорошим ударом. Очень и очень хорошим. Я всегда говорил, что если ты пропускаешь отличный удар в супертяжелом весе, то упадешь. Я отойду от этого поражения и вернусь обратно. Этот бой станет для меня уроком. Лондон, Великобритания, 2019 год. Даниэль Дюбуа против Бенезера Тете. Он будет стремиться нокаутировать меня. Я надеюсь на это. Это будет хороший поединок. Я видел несколько хайлайтов с его участием, но я действительно не изучаю своих соперников. Я просто готов к бою. В каждом бою я узнаю что-то новое. Я уже показал, что умею на ринге и я буду становиться только лучше. Это вопрос времени, когда я доберусь до боев с топовыми парнями. И меня не остановить, я добью свои цели. А вас ждет разрушительное представление. В преддверии данного боя африканец считал, что его соперник очень сильно его недооценивает, ведя разговоры насчет потенциального поединка с Дэвидом Прайсом, при этом еще даже не подравшись с ним. 27 сентября в Лондоне восходящая звезда супертяжелого дивизиона Даниэль Дюбуа встретился в ринге с непобежденным 31-летним боксером из Ганны, Эбен Эзером Тетэ. На кону схватки стояли вакантные титулы WBO International и пояс британского содружества. Дюбуа снова сдержал обещания и добыл досрочную победу техническим нокаутом в первом раунде. Лондон, Великобритания, 2019 год. Даниэль Дюбуа против Киотара Фудзимото. Я надеялся защищать титул чемпиона Британии, но есть одна проблемка, все никак не найдется желающая спорить этот пояс. Планирую в следующие 12 месяцев драться за полноценный чемпионский титул. Именно по этой причине сразу же согласился драться за серебряный титул. У Фудзимото отличный рекорд. Он матерая ступенька на моем пути к вершине. У него свои амбиции, он что-то там говорил о схватке с Энтони Джошуа. Но 21 декабря я выбью все эти амбиции из него. 21 декабря на лондонской арене Купер Бокс состоялся вечер бокса под названием «Бой в преддверии Рождества», где Даниэль Дюбуа разбил японца Киотара Фудзимото и завладел вакантным титулом серебряного чемпиона по версии WBC. Буквально первый выброшенный британцем удар потряс японца. Фудзимото не единожды пропускал мощные плюхи, потирал спиной канаты ринга, пошатывался, но не падал. Андердог не наносил ударов в ответ, только пытался выжить. Во втором раунде Дюбуа уронил Фудзимото джебом. Японец поднялся на ноги и продолжил наматывать круги по периметру ринга. За минуту до конца раунда Андердог пропустил правый хук в челюсть и оказался в тяжелом нокауте. Конечно, Даниэль еще сыроват и ему и есть чему учиться. Слишком много действий на средней дистанции с более низкими соперниками. Но если вспомнить Джошуа, то у него были точно такие же проблемы. Свой стиль у Дюбуа появится чуть позднее. Нужно только подождать и наблюдать за этим огромным британским нокаутером. Серьезных соперников на его пути пока не было. Но все еще впереди. На этой ноте, ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И не забывайте подписываться на мой канал, если это видео вам интересно. Увидимся в следующих выпусках. Берегите себя. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Итак, пришла пора определиться с победителем прошлого конкурса. И победителем становится Ренат Русланов. Ренат, мои поздравления. Свяжись со мной в Инстаграм, чтобы получить свой приз. А всем желаю удачи в следующих розыгрышах. Субтитры сделал DimaTorzok